Время, когда мы все начинали строить нашу страну, мы стали на защиту нашей Родины, я и как сотни, тысячи других людей поднимались и делали то, что необходимо, то, что было важным, первоочередным. И поэтому, если честно, о будущем мало кто думал. Мы все верили в победу, у нас было общее желание сделать то, на что мы верили. Поэтому, когда стал вопрос, что это необходимо, это надо, мои бывые друзья, мои товарищи просто сказали, «Батя, ну, надо, иди». И я сделал на рассознанный выбор и пошел. Но вопрос ваш еще немножко другой плоскости лежит, понимаете. Стать главой государства, ну, все прекрасно помните, как это все начиналось, Народный совет назначил меня премьер-министром, поддерживал на их начинаниях. Потом выборы, глава государства. И самое главное просто, это были те вещи, в которые я лично сам был убежден и верил. Понимаете, для меня власть, это не контракт между властью и народом, да, то есть мной и людьми. Это служение. В этом плане, мое личное мнение следующее, что любой руководитель, любой чиновник, он в первую очередь служит. Служит народу. Это как обычный военный, понимаете. И это, наверное, убеждение, я уверен, что меня поддерживают все остальные. Это исконно русское знание, то есть это исконно русское убеждение. На Западе, к сожалению, подробностей это все дело обстоит. Западная цивилизация, она заключает контракт, то есть любой руководитель, это менеджер. Это контракт, в котором прописаны четко права и обязанности. Да, у нас тоже есть Конституция, но все равно, в первую очередь, это служение. И, исходя из этого, я уверен, что и я, и все мои товарищи, и все правительство, и Народный совет, мы служим. Поэтому, знаю, как будет тяжело, даже знаю то, что произошло, и ранение, и война, и адский труд, скажу честно, ну, я бы это сделал выбор осознанно еще раз. Что такое нормандская четверка, да? Как вы знаете, еще летом этого года я произнес фразу, когда сказал, что сама нормандская четверка нелогична. Она нелогична сама по себе, по смыслу. Обратите внимание, вот Сирия, да, сидит правительственная облегация, и сидят оппозиционные силы. Это стороны конфликта. Украина в то же время получается, как сторона конфликта, самое главное, как агрессор, который совершил военную агрессию на нашу землю, участвует в нормандском четверке, который пытается политически решить все вопросы нашей территории. Ну, само по себе тут нет логики. Поэтому я предложил, либо сначала, первый вариант, вывести из нормандской четверки Украину, тогда это будут посредники, Россия, Франция, Германия, либо вести нас, тогда будут две стороны конфликта, Украина и мы, и будут три посредника. К моему большому, наверное, удовлетворению я услышал слова Владимира Владимировича Путина на Валдайском форуме, который подтвердил нормальную правоту. То есть, я думаю, в ближайшее время этот вопрос не станет ребром, и мы увидим какие-то развязку этого события, наверное, до конца этого года. Действительно, проблема-то существует по поводу обеспечения углем. Мы все прекрасно понимаем, что в связи с военной агрессией и политической, экономической, и другими блокадами, к сожалению, наши угольные предприятия закрыты по тем или иным причинам. Частично затоплены, частично разрушены, но неважно. Вам отвечаю, Вячеслав Григорьевич, что был подготовлен проект моего указа введения определенных категорий людей, которые должны получать уголь именно от тех предприятий, которые сейчас закрыты, либо закрываются. В эти категории попадает шахта Муспинская, это первое. По поводу шахты Трудовской. Там ситуация немножко в другом. Шахта Трудовская на сегодняшний день стоит в нерабочем состоянии, частично затоплена, и в связи с тем, что идутся боевые действия, непосредственно в близости этого предприятия. Но уголь, который должны получать люди, работники с шахты Трудовская, сейчас должны выдаваться с шахты Челюскинцева. Как мне стало известно, что мой проект указа до сих пор еще находится на согласовании между Министерством угля и Министерством финансов. Я сейчас прошу обоих наших министров подняться и доложить мне и вам, как проходит все-таки процесс этого указа, принятия. Александр Иванович, проект указа со стороны Министерства угля согласован. Те замечания, которые были в Министерстве финансов поставлены, в том объеме, которые были внесены. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, что к концу дня, либо завтра это уже ляжет к вам на подпись. Я даю сейчас распоряжение, что на сегодняшний день, к концу этого дня, этот указ лег на мою подпись и был принят. И Вячеслав Регович, я же скажу еще одну вещь, что были продлены сроки получения угля на второй полуводии, там примерно около трех тонн, и до конца, до 25 декабря, по-моему, да? Так точно. И все люди, работающие на этих предприятиях, имеющие право получать уголь, до конца этого года получат все. Не волнуйтесь. Что касается шахты Моспинска, Моспинска и шахты Трудовска. Александр Иванович, в шахте Трудовской могу добавить, что в прошлом году 100% уголь был вывозен, хотя вы сказали, что эта шахта затоплена наполовину и находится в буферной зоне. На сегодняшний день вывезено уже первое полугодие в полном объеме и вывезено 18% второго полугодия именно по Трудовской, шахты Челюскинска. Вы решили проблему с железнодорожным транспортом на доставку этого угля? На сегодняшний день уголь вывозит в полном объеме то, что обогащает фабрика. Поставляется на шахту Трудовскую именно железнодорожным углом. Это проблема не только ваша. Мы сталкиваемся очень часто с такими же вопросами, которые касаются и переселенцев, и тех людей, которые по разным причинам, в основном по политическим, преследуются на территории Украины. Тех людей, которые служат здесь у нас, либо служат, либо работают родственники, их тоже преследуют за это. Поэтому было подготовлено распоряжение на Министерство обороны. На сегодняшний день мы с министром обороны этот вопрос обсуждаем, чтобы взять, передать под его управление все пункты временного размещения вынужденных переселенцев и совместно с Министерством обороны и Министерством внутренних дел, миграционной службой, упростить порядок получения необходимых вам документов. Поэтому я советую вам подготовить весь пакет, который необходим. Я буду контролировать ситуацию и обещаю лично, что ваши дети получат паспорта или будут необходимые документы, для того, чтобы у вас было все хорошо. Этот вопрос я возьму на личный контроль. Ваш вопрос, с одной стороны, конечно, требует решения, но, если честно, я даже немножко обрадовался. Знаете почему? Потому что в состоянии на сегодня у нас более 9 тысяч детей уже нуждаются в детских садах и в учреждениях дошкольного образования. Это хорошо, это показывает то, что люди возвращаются. Наша республика молодеет, и такой прирост большой, это действительно большой показатель развития нашего общества. Более 10 дополнителей было создано дошкольных групп. Это город Шахтерск, Торес, по-моему, даже в Снежном было сделано. Но по вашей просьбе, я обещаю, что город здесь в Снежном, даю поручение мэру, будет сделана дополнительная группа. И все вопросы, которые сейчас задали, он будет решен в течение недели. Вы знаете, я вот сейчас вас услышал, я просто прекрасно понимаю, какой тяжелый труд шахтеров, сам работал в шахте. Поэтому у вас вопрос справедлив. И на сегодняшний момент действительно есть проблема с задержкой выплаты заработной платы. Выясню почему. Есть ряд объективных причин. Большинство предприятий, которые должны были работать в 2014-2015 году, они, к сожалению, были закрыты, не работали. В 2015-2016 год в этом вопросе произошел определенный сдвиг. Предприятия многие запустились, даже открывались новые лавы. Но тот груз ответственности перед вами за выплату заработной платы, он тянется еще с 2014 года. Поэтому государство, которое воюет, оно, к сожалению, на тот момент, даже на сегодняшний момент, не было в состоянии полностью выполнить свои обязательства. Но я давал поручение министру угля и на рейтинге, который был обязан до конца года этот вопрос решить. Сейчас я отвечу вам, и потом подумал нашего министра, и он на все услышал, и на все остальное расскажет, как начисляется заработная плата, и каким критериям уплачивается задолженность. Но мне очень горко слышать, что вы сравниваете свою заработную плату с учителями. Понимаете, я скажу откровенно, при всем уважении к шахтерскому труду, который сам прекрасно знаю, я считаю, что наша война, она надеется не только на фронте военном, современная война, она состоит из нескольких частей. И одна из этих частей, к большому моему сожалению, это как раз война за души. А так как учителя – это те люди, которые эти души сформируют, поэтому я считаю, что труд учителя, он может быть в какой-то степени даже для наших людей, в том числе и для ваших детей, важен более, чем все остальное. Поэтому максимально поддерживая преподавателей и вообще Министерство образования, я рад слышать, что учителя получают не меньше, чем шахтеры. Хотя скажу откровенно, что на сегодняшний день есть масса проблем в экономике, есть масса проблем с тем, что у нас низкий уровень жизни, но с этим мы боремся. Поэтому тут вопрос стоит, нельзя сравнивать зарплату вашу с зарплатами учителей, надо просто сделать так, чтобы ваша зарплата все-таки была больше. Первые и четвертые классы в любой школе питание бесплатно, также питание бесплатно, на весь срок обучения школьникам львотных категорий. Поэтому никакие денег за это вам платить не надо. Это уже называется поборы. Второй момент. Никакая школа, никакой учитель, никакой школы не имеет права требовать деньги на ремонт. Это касается канализации, восстановления стекольных покрытий, крыш и так далее, так далее, так далее. Министерство строительства вполне способно любой этот ремонт обеспечить. Это называется незаконным. И по этим фактам, есть горячая линия Министерства образования, есть линия МАЯ, есть линия МВД, можете смело обращаться. Почему? Потому что, если мы будем все молчать, я сейчас называю нас всеми, потому что мы жители Донецкой Народной Республики, если такие факты есть, то их надо пресекать. Если мы пресекать этого не будем, и будем просто отмалчиваться, то это коррупцию, как вы сказали, и поборы мы никогда не уберем. Здесь это необходимо делать сообщая всем. Второй момент, ну, с одной стороны, вот, кто сейчас назвали за дошкольные мысли, за факультативы, я так понял, которые там берут английский язык, или там еще хореографию. Ну, вы знаете, предприятия, школы имеют право получать дополнительный доход, да? То есть, вы можете прийти на кружок хореографии, на уроки дополнительного английского языка, и за это это действительно стоит денег. Но вам не имеет права никто навязывать. То есть, вы сами выбираете. Хотите учить английский, учите. Хотите учить французский. А еще в момент, когда учите французский, еще и танцуете. Ну, поэтому это ваше личное желание. Хотите это делать, а хотите нет. Еще хотел бы отметить, что эти дополнительные занятия платные, они ни в коем разе не должны уменьшать базовую общеобразовательную программу. То есть, есть определенные часы, которые нужно выучить в английский язык. Вот эти часы ни в коем случае не убирать. Это незаконно. Вот это тоже правильно. Поэтому в этом вопросе ваше желание. Хотите, чтобы ваш ребенок занимался французским языком, пожалуйста. Хореографией, пожалуйста. Но силой вас не имеет права доставлять. Поэтому прошу запомнить. Далее. Есть факты коррупции не только в школах. Есть факты коррупции, к сожалению, еще в высшем учебных заведениях. Это страшнее. Потому что люди, которые получают, допустим, диплом медика, они ведут на работу и будут нас в будущем лечить. И человек, который купил этот диплом, ну, вы знаете, к такому врачу я бы, наверное, побоялся бы идти. К сожалению, хотя я не знаю, купил он его или нет, но играть в русскую рулетку с врачами, в таком случае, опасно для здоровья. И здесь надо просто понимать всем нам, в первую очередь, в Министерстве образования, что такие факты пресекать надо жестко. Я даже больше скажу, что купленная курсовая, это большая часть студентов высших учебных заведений, что любая купленная курсовая, любая попытка взять с вас деньги за зачет или за экзамен является противозаконным действием и подлежит уголовному преследованию. Поэтому, уважаемые друзья, ни один из преподавателей не имеет права это говорить. Иначе, если мы это все будем делать, то какой смысл нам будет подниматься? Почему погиб в Дарсен? Почему тысячи ребят получили ранения? Мы не хотим, я лично и мои друзья не хотим, чтобы это все было возвращалось. Поэтому поручение Министру образования еще раз усилить контроль. Министерству информации бегущей строкой на всех телеканалах объяснить, кто за что должен платить, какие услуги в школах, питании и так далее, предоставляются бесплатно. И нам нужно разъяснить. Обращение к жителям. Уважаемые земляки, дорогие друзья, если такие факты есть, обращайтесь, не стесняйтесь. Мы вместе победим любого. Если мы будем молчать, мы проиграем. Киев. Несмотря на мирные, на Минске договоренности и объявления о прекращении огня, попытки развести враждующие стороны, Киев эти обстрелы усиливает. Обстота на самом деле тяжелая. С 31 по 3 число на территорию нашей республики упало порядка тысячи снарядов артиллерийских, около 600, по-моему, если не ошибаюсь, мин. Были значительные боестолкновения с применением срокового оружия, с применением тяжелой техники, в том числе и танковые БМП. Это техника, которая благодаря подогренности в Минске должна была отведена на определенное расстояние. Это, к сожалению, не произошло. Объясню почему. Давайте посмотрим, что происходит на сегодняшний момент в Украине и немножко ближайшая географическую ситуацию, которая сейчас вообще в мире творится. Первое. Порошенко и киевской хунте, к сожалению, мир здесь не нужен. Война – это единственный способ удержать у них сейчас власть. Ну, во-первых, сами знаете прекрасно, что недобор угля состоял порядка миллиона тонн в Украине. Зазом там у них большие проблемы, и зиму у них в этот году садится очень плохо. Для того, чтобы люди не вышли греться на Майдан, а так как у них старая украинская традиция каждую зиму выходить скакать, потому что им всему холодно, ну, поэтому надо что-то делать с войной. Вторая проблема, по которой нужна война. Порошенко не контролирует большую часть батареонов, националистических, которые ему не подчиняются. И он сам уже не знает, что с ними делать, понимаете? Если они вернутся в Киев, они его сметут. Для того, чтобы они не вернулись, нужно чем-то занять. А занять это нужно только одной вещью – войной на Донбассе. Поэтому Киев игнорирует минские договоренности и пытается это все произвести здесь. Второй момент. Этими обстрелами киевская власть пытается дестабилизировать свою обстановку здесь, посеять здесь панику и заставить нас потерять волю к победе. Сразу скажу, мы этого не боимся. В отличие от Украины мы находимся уже здесь два года. Наши подразделения не ратируются, в отличие от украинских. Подразделения обстреляны. Народ имеет огромный запас сил и духа. И самое главное, мы понимаем, что мы боимся за право и дело. Поэтому это вызывает обратный эффект. Вот так же, как со смертью Арсена. Убили командира и думали, что все испугаются. На самом деле никто не испугался, а появилась какая-то ярость, за которую хочется отомстить. И мстить придет. И наше месть для них должна просто ужасом быть. Пускай спят и боятся. Это еще раз повторю. Поэтому здесь идут две параллели. Что происходит в мире? Смотрите. Обратите внимание. Президент Франции. Самый непопулярный президент в истории этой страны. Последние исследования показали, что такого антирейтинга, как у него, не было вообще никогда в истории Франции. Германия. Меркель имеет такую же поддержку среди населения, какую имеет Владимир Владимирович Путин в той же Германии. Если бы сегодня создались выборы в Германии, то я считаю, что Владимир Владимирович Путин мог бы спокойно победить Меркель. Немцы за него проголосовали бы. Самое главное, вы знаете прекрасно, что 8 числа произведут выборы в Соединенных Штатах Америки. Там вообще идет шоу Бенихила. Вы прекрасно смотрите. Я уверен, что вы смотрите за всеми этими вещами. И тот цирк, который там разыгрывается, с одной стороны, может быть, вызывает смех, а с другой стороны, испуг. Потому что страна, имеющая огромный запас ядерного оружия, управляться будет неизвестно кем. И непонятно вообще, как эти люди все в будущем поведут. Поэтому Порошенко, скорее всего, выжидая выборов в Соединенных Штатах, либо команды ФАС, либо команды не ФАС, пытается просто поддерживать свою армию в боеготовности. С другой стороны, Европа дала четко понять Порошенко, что никаких изменений в минской должности их не будет. То есть он хочет, чтобы сначала была граница, захват нашей территории, уничтожение нашего населения, а потом, якобы, закон о выборах проведет, об особом статусе и так далее. Поэтому я уверен, что до конца года мы увидим те события, которые нам позволят потом объяснить, почему. То есть будет ли продлен Минск на 17-й год или не будет. Будет ли изменен формат нормандских встреч 2 на 3 или не будет. И вот эти события мы увидим, даже уверены, что до конца этого месяца. Но я вам скажу еще одну вещь. Чтобы какие вострелы они не делали, наша задача отвечать. Чтобы каждый украинский военный знал, что любая пуля, выпущенная в нашу сторону, для него безнаказанной не произойдет. И я хочу сказать огромную благодарность министру обороны, команду наших вооруженных сил, корпуса армейского, подразделения МВД и МГБ, республиканской гвардии, которые с честью переносить тяготы и не дают врагам расслабляться. Я прекрасно знаю, какие потери сейчас несет противник. Они несопоставимы с нашими. Ну и еще добавлю для вас и для всех жителей нашей ДНР, что в случае необходимости, когда будет отдан приказ, мы в состоянии освободить нашу территорию в кратчайшие сроки. Что касаемо мясоптицы. Как вам известно, наша республика, к сожалению, не в состоянии обеспечивать на 100% потребление этого продукта и выращивание на нашей территории. То есть мы не выпускаем, мы не можем выпустить только тон мяса, которое необходимо для нашего народа. Поэтому мы завозим его в большей частной степени из России. Это импортируемый продукт. В России произошло подорожание этого вида товаров, и это связано с подорожанием у нас. Более того, я скажу честно, что ряд фабрик, которые находятся и у нас на территории, и даже в Российской Федерации, они циклично работают, и на сегодняшний момент те убои этого продукта, они сейчас не соответствуют объему, который необходим. Поэтому даже в России этот продукт, он сейчас находится в дефиците. Частично мы его получаем с Украины. Это тоже правда. На сегодняшний момент в Украине этот продукт подорожал даже более, чем у нас. То есть цены, которые сейчас около 43 гривен за килограмм курицы, можете перевести в цены наши, они примерно сравнялись, может быть, даже чуть выше. Поэтому в ближайшем, просто сейчас была поставлена задача Министерству Сельского хозяйства, мы максимально в сжатые сроки восстанавливаем шахтерскую кистофабрику. После восстановления именно по этой группе продуктов мы можем уверенностью сказать, что наша республика будет обеспечена. Цены упадут, это тоже правда. Но, помимо всех прочих на мясо птицы, у нас поднимаются цены на другие продукты. Скажу честно, что не все зависит от государства, очень много зависит от тех поставщиков, которые этот товар либо производят, производители, либо завозят сюда. Поэтому мною, несколько дней назад, было дано поручение министру доходов и сборов максимально в сжатые сроки, максимально жестко проверить все торгующие организации на предмет завышения цен и вообще обоснованности этих ценовых категорий. К этому вопросу должен подключиться народный контроль и вся исполнительная власть на местах. Если, ну тоже были ситуации и в 2015 году, когда люди не понимали, что сверхприбыль сегодня нельзя получать, потому что большинство людей на самом деле находятся в тяжелом положении. И наживаться за счет войны я категорически против, это не принимаю и буду с этим бороться постоянно и очень жестко. Поэтому я думаю, что в ближайший месяц все эти предприятия будут проверены. А после нашего сегодняшнего вопроса, моего ответа, я думаю, что многие из руководителей поставщиков задумываются. Объясню почему. Потому что исходя из последних проверок, которые мы проверяли, и торговые сети в городе Донецке, у нас есть полный список всех предприятий, которые уходят от налогов и торгуют во второй форме. Дабы не было проблем у этих людей, у директоров, у хозяев этих предприятий, обращаюсь сегодня к ним добровольно самим прийти в налоговую, объяснить, почему эти налоги были скрыты. И завтрашнего дня я должен уверен, что я сейчас не буду называть список этих предприятий, но цены на ваши продукты минимум процентов на 10 должны снижены быть. Ну и в зависимости от того, как вы считаете необходимым. На минских встречах постоянно обсуждается вопрос и ставится, выдвигаются, скажем так, требования к нам обеспечить безопасность и обвинения в том, что мы не в состоянии провести самостоятельно. Первое, для чего был правильный служб? Ну, во-первых, мы обкатали технологию, мы проверили свои силы и сами были удивлены явкой избирателей. То есть, мы показали, что мы в состоянии обеспечить безопасность и в состоянии самостоятельно, без привлечения каких-либо сторонних сил, провести те выборы, за которые мы, в принципе, это наши выборы, мы сами решаем свою судьбу. Поэтому здесь весь мир это увидел и это был ответ Западу на те обвинения, в которых, что мы не в состоянии это сделать. Это первое. Второй момент, почему не проводились в правильной республике? Потому что мы дали возможность и сами хотели посмотреть, кого хотят люди видеть в местных советах власти. Понимаете, мы дали возможность народу сказать, что мы хотим этого человека или этого, или этого, или этого. То есть, те кандидаты, которые победили, да, они пользуются большим уважением, исходя из голосов и явки, да, и они будут рассматриваться как кандидаты на предстоящих местных выборов. Это было, что касается праймериза. Второй момент, почему, когда будут, или почему мы отменили, допустим, перенесли сроки местных выборов. Ну, как вам известно, все-таки Минск идет. На нем были приняты ряд решений, которые мы, в том числе, и как и Украина, должны выполнять. То, что Украина не выполняет Минск, это на ее совести. И если мы не будем этого делать, то нас обвинят в срыве, что категорически неприемлемо. Поэтому, так как Киев не принял ряд законопроектов и тех условий, после которых можно будет вообще проводить выборы, мы их перенесли. Но вы правы, я понимаю, ваш скрытый вопрос, что до бесконечности это тоже происходить не может. И думаю, в 17-м году мы все-таки либо проведем эти выборы согласно минским договоренностям, либо мы придем самостоятельно. Но праймерис, который прошел, еще показал одну единственную вещь, что те выборы, которые будут, мы проведем уверенно. И самое главное, мы на этих выборах победим. И вот ради этого это все было и происходило. Так как это все произошло на высшем уровне, на очень хорошем, я серьезно скажу, что нам не страшны никакие местные выборы, ни с какими любыми наблюдателями. В любом случае, победа будет за нами. Так и военной, так и политической. Вы знаете, если бы это произошло, даже то, что вы сейчас сказали, я бы, наверное, от радости выпрыгнул. Это первое. Но, к сожалению, нас в Крыму еще не признала независимостью. И Центробанк ничего никогда... Второй момент, если бы это сдоборит, простите, у нас в Центробанке столько денег, что мы можем позволить себе долги выкупить чьи-то? Ирина Петровна, мы готовы выкупить долги Коломойского? Микрофон, пожалуйста. Секундочку, сейчас микрофон мы дадим. Если бы у нас было достаточно... Ирина Петровна, у нас столько денег есть, чтобы мы долги Коломойского могли выкупить? Нет. Нет, к сожалению. Это от ваших... Вы погорячились, а нас люди же по ним вылили. Ну, извините. Хорошо. Ну, мы простим вас, но на первый раз только. Ну, скажу честно, вы знаете, вот много раз на заборе читаешь одно слово, а потом ходишь, смотришь, ничего там подобного даже и близко не было. Ну, поэтому никто никого ничего не выкупал. Это аферисты, мошенники. И нашим рады вам советую. Ну, во-первых, к этим звонкам и угрозам относиться спокойно. Если в случае даже появления каких-либо людей разрешают забирать автотранспорт, на который они приехали, чтобы туда бы потом вообще нигде не ездили. Я думаю, министры внутренние эти машины сразу оформят, генпрокуратура и суды помогут. Ну, это шутка, но по-настоящему это чистой воды аферисты. Если такие случаи возникают, незамедлительно обращаться в любые ближайшие органы либо военные прокуратуры, Министерство внутренних дел, либо МГБ этих людей будут ловить и сажать. Уважаемые земляки, мы простили Украине наши долги. Здравствуйте, Александр Владимирович, Маргарита Миронюк, Новороссия ТВ. Сегодня Донецкая Народная Республика молодое, полноценное государство. Сегодня мы стремительно развиваемся и не раз повторяли, что готовы к сотрудничеству с любыми странами. Каковы перспективы развития нашей промышленности и промышленности ДНР в связи с интеграцией на рынок Российской Федерации? Спасибо. Ну, вы такой вопрос задали, Маргарита, скажу честно, на который отвечает она как минимум полтора дня. Но, вкратце, я сейчас хочу отдельно поблагодарить министра промышленности за ту колоссальную работу, которую он на самом деле провел. Понимаете, этот человек смог в кратчайшие сроки, во-первых, ну так, русским языком говоря, разложить по полочкам те предприятия, которые необходимо в первую очередь запускать, те предприятия, которые запускаться нужны во вторую очередь, и самое главное, тот хаос и бардак, который происходил в нашей промышленности в связи с тем непониманием, как можно реализовать продукцию, с непониманием, откуда получать сырье, и самое главное, потом, как за это сырье платить, либо получать деньги за проданную продукцию, он смог это сделать. Поэтому, огромное спасибо министру промышленности. Я считаю, что ваш труд достойен поощрения и благодарности. Это первое. Я сейчас скажу некоторые вещи, потом, наверное, все-таки вы продолжите. В кратчайшие сроки благодаря этому человеку было запущено четыре предприятия, которые уже действительно работают, правильно? Тот проект, который он запустил с ДМЗ, это, наверное, самый большой будет успех за последний 16-й год, который добилась республика. Если все получится нормально, а я в этом уверен, что все получится отлично, то мы получаем свою металлургию, и многие вопросы после этого будут автоматически решены. Почему? Потому что это как ледокол, который пробьет льдину и покажет, как можно продавать, как можно получать деньги, и откуда брать сырье. Это, в большей степени, даже, кстати, познавательный процесс. Но перспективы осложняются следующим. Это, в первую очередь, непризнанием нашей независимости. Это масса проблем, это политический, конечно, вопрос, но создают, короче, большие проблемы в экономике. Это тоже правда. То есть иллюзии строить то, что мы делаем, 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 потом бах, все будет хорошо, не стоит. Это кропотливый труд, это кропотливый труд и министр промышленности, и правительства, и меня как главы, и министра иностранных дел, дабы добиться того, чтобы наша территория не называлась непризнанным, каким-то таким ущербным условом, а гордо называлась Донецкая народная республика. Так и называлась. Понимаете? И когда этот процесс произойдет, а я уверен, что он произойдет в любом случае, то, поверьте, промышленность, наш огромный промышленный потенциал будет развиваться, наверное, скачками 7-мильными. Подведя итоги нашей встречи, я специально не стал вам говорить в начале, я сейчас хочу вам сказать следующее. Вот прошло два года, мы с вами прожили два самошедшего года. Два года, которые были обогрены нашей кровью, кровью наших близких, два года раскатов, стрельбы, взрывов, два года лишений, нехватка продуктов, нехватка воды, нехватка электроэнергии, газа, всего остального. Но, поверьте, за два года мы вместе с вами сделали уникальную вещь. Два года мы с вами строили и ежесекундно качали наше государство как у маленького ребенка. Мы совместно с вами смогли совершить подвиг. Подвиг в чем? В кратчайшие сроки были построены институты власти. На самом деле мы с вами из этого года сделали государство. Мы взяли на себя массу социальных обязательств, которые успешны, или, может быть, частично успешны, но выполняем. Мы сейчас с вами... Объясните, почему не стал сначала говорить, да? Мы сейчас с вами разговариваем о тех проектах, которые будут заложены не на 17-е, даже не на 17-е. Мы говорим сейчас о будущих в 20-м годе, в 25-м годе. Понимаете, мы говорим уже на пятилетке и вперед. То есть, ставим о том, как будут жить наши дети. И я хочу, в первую очередь, всем вам спасибо, всем присутствующим в этом зале, всем жителям Донецкой народной республики за то, что мы вместе смогли это сделать. Мы не только наступаем, мы народ-труженик. И самое главное, мы народ, который умеет мечтать, любить. Мы мечтаем о счастливом будущем, о хорошей, достойной жизни, не сомневаясь в нашей победе. И самое главное, мы знаем, что мы это сделаем. Поэтому, лично вам, кто находится в этом зале, всем министрам, правительственным советам, самое главное, обычным землякам и моим друзьям. Я горжусь, что я родился рядом с вами. Я горжусь, что я с гордостью могу назвать себя дончанином и донбассовцем, а теперь еще и донбассовцем. И эта гордость показала не только те победы, которые мы совершили, но и наша сплоченность даже тогда, когда мы хоронили Арсена. Уважаемые друзья, огромное вам спасибо, низкий вам мой личный поклон. Я уверен, что мы проживем в следующие годы вместе и самое главное, мы будем улыбаться, что мы побеждим. А победим мы обязательно. Мы будем любить, мечтать и побеждать. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok